Готовиться к холодам лучше всего уже сейчас. Сегодня мы познакомим всех, кто хочет с комфортом проводить осенние и зимние вечера в своем загородном доме с самыми жаркими, самыми продаваемыми в магазинах Форнакс отопительными печами. Здравствуйте! В нашем ТОП-5 вновь не будет рейтингов и сравнений, только факты. Печи отобраны исключительно по результатам продаж в розничных магазинах сети Форнакс и на сайте форнакс.ру. В качестве главных критериев были выбраны два параметра. Стальная топка и возможность гарантированно отапливать помещение до 100 кубических метров. Ну, плюс-минус. Открывает наш обзор печь Ставр из Новосибирска. Это привычная для многих производителей конструкция, в которой в качестве основного нагревательного элемента используются два ряда конвекционных труб, находящихся внутри топки. Дрова горят, воздух, проходя по трубам, нагревается и выходит из конвекционных отверстий, расположенных в верхней части печи. Есть несколько модификаций Ставра. Они рассчитаны на разные мощности и также есть модификации с простой дверцей и, как у нас, с чугунной дверцей со стеклом. Конструкция печей с конвекционными трубами, находящимися в топке, должна была прийти на замену булерианоподобных печей. Но вот следующий участник нашего обзора явно намекает на то, что рано списывать со счетов классическую рогатую конструкцию. Печь отопительная Сибирь БВ-120 продолжает дело, начатое канадскими печами еще в прошлом веке. Проверенная временем надежная конструкция, неприхотливая в эксплуатации, а главное – печь, которая дает возможность длительное время поддерживать тепло в помещении, работая в режиме длительного горения. Благодаря необычному, но универсальному дизайну, печь будет уместно смотреться как в просторном гараже, так и в загородном шале. Печь надежна, как автомат Калашникова. Подробный обзор смотрите на нашем канале, а мы движемся дальше. Многие наши покупатели, которым не требуется длительное поддержание тепла, часто выбирают печи более простой конструкции. Например, Везувий В5С. Печь небольшая, но даже при этих размерах она быстро прогремает помещение объемом до 100 кубов, а это примерно 40 квадратов при высоте потолка в 2,40. Топка у нее тоже стальная. Отвод дымовых газов по классической схеме. В верхней части печи находится пламяотбойник и выход дымохода в задней верхней части печки. На задней же стенке топки находится широкий канал для подачи подогретого воздуха в верхнюю часть топки. Это нужно для дожигания несгоревших газов. С этим каналом и печь работает эффективнее, и тепловая нагрузка на первый модуль дымохода значительно снижается. На верхней поверхности печи есть и конфорка для приготовления, и конвекционное отверстие для выхода горячего воздуха. Боковые стенки печи сформированы керамической плиткой. Цвет универсальный, светлый, подойдет почти под любой интерьер. Топка на ножках. Она приподнята над полом, и это дает возможность удобнее пользоваться печью и наблюдать за пламенем через чугунную дверцу с стеклом. Далее идет, а точнее едет, мощный представитель от компании Теплодар, Локомотив 120. Это печь... да, вот. По названию и внешнему виду можно догадаться, что это что-то мощное и, возможно, работающее на угле. Так и есть. Толщина стенок топки до 8 мм. Печь спроектирована для работы на дровах, но ее можно топить и углем. Для этого нужно лишь докупить специальный комплект защитных элементов для топки печи. Дизайн стилизован под элементы локомотивов. Такой же внушительный и брутальный. Это явно рабочая лошадка. Здесь нет возможности любоваться огнем, но свою основную функцию, обогрев помещений, печь отрабатывает на 100%. У локомотива есть старший брат, локомотив 200. Печь еще больше, еще мощнее. Об этой печке на нашем канале есть отдельный ролик. Ссылка будет наверху и в описании к этому ролику. И, наконец, вершина всех хит-парадов на долгие годы вперед. Яркий представитель огромного семейства огонь-батареи от компании TMF. Печь-огонь-батарея 7. Стальная, невероятно вместительная топка скрыта за щелевым конвектором. Дизайн уже стал классическим и он не дает покоя многим производителям, которые пытаются повторить успех огонь-батареи и выпускают свои клоны. Огонь-батарея сразу после начала протопки начинает быстро отдавать тепло в помещение. И в этом мы убедились сами. На нашем канале есть подробный обзор работы печи. И есть, кстати, очень интересный обзор установки печи огонь-батарея. Если полученного тепла недостаточно, то печь можно перевести в режим длительного горения. И это главная фишка огонь-батареи. В топку входит очень много дров, и печь может работать в этом режиме несколько часов. Обычно ее хорошенько протапливают вечером и переводят в режим длительного горения на ночь. Независимо от того, оборудована ли печь чугунными кольцами, как в данном случае, или нет, на верхней поверхности можно приготовить быстрое блюдо или что-нибудь подогреть. Модельный ряд огонь-батареи не просто широкий, он огромный. Четыре мощностные модификации, различные цветовые решения, простая дверца, дверца со стеклом, модели с чугунной конфоркой или без. Есть даже модификации со встроенным теплообменником. Кстати, именно эту печь мы рассматривали в нашем обзоре, когда ездили в гости. Возможность подобрать необходимую модификацию, приятный внешний вид и выдающиеся теплотехнические характеристики делают огонь-батарею безусловным хитом. В нашем хит-параде всего 5 позиций, но это совершенно не означает, что другие печи, представленные в наших магазинах, не достойны внимания. Наоборот, вы можете быть уверены, что придя в Форнакс, вы точно подберете то, что вам по душе. Благо, что выбрать действительно есть из чего. Ждем вас в магазинах Форнакс на сайте farnax.ru Почаще заглядывайте в наши социальные сети. Ну а мы с вами прощаемся. До новых обзоров, до новых рейтингов. Пока!